МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Открытый диалог с коллективом и оценка работы предприятия. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник посетил открытое акционерное общество «Мозырь-Соль». Сто лет на страже порядка и законности. Мы начинаем новый цикл материалов, посвященный вековому юбилею милиции Гомельской области. Детский домашний травматизм. Почему актуальность проблемы растет как снежный ком? Что предпринимают специалисты? И чего ждут от родителей? Большое интервью программе педиатра и многодетной мамы Ольги Синицыной. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Эффективность работы, новые направления производства, развитие района. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник посетил открытое акционерное общество «Мозырь-Соль», где ознакомился с результатами работы предприятия, а также провел встречу с трудовым коллективом. Марина Джалая с подробностями. «Мозырь-Соль» развивается динамично и успешно. Такое мнение высказал председатель облсполкома Владимир Дворник в ходе посещения предприятия. Визит был обусловлен и тем, что недавно здесь сменилось руководство. Результатами работы нового генерального директора Владимир Дворник остался доволен. На этом предприятии я не первый раз. И, конечно, для меня очень важно, здесь недавно была смена руководителя, поэтому прошло определенное время, и у меня было желание посмотреть, что изменилось, что добавилось, или какая динамика в ту или иную сторону. Поэтому я сегодня с удовлетворением хочу отметить, что действительно я чувствую по коллективу, что вот эта преемственность бывшего руководителя, который пошел на другую работу, и сегодня нынешнего она сохранилась в том же русле, в том направлении, но единственное и самодостойное, что она еще добавила к тому уровню, что было ранее. Поэтому очень приятно сегодня и встретиться с людьми, и с руководством этого предприятия. Мозырь-Соль работает рентабельно, около 80% своих товаров экспортирует. Ассортимент представлен 100 видами продукции, которые производятся на современном белорусском, российском, немецком и чешском оборудовании. После посещения производства прошла встреча с коллективом предприятия. На нее собралось около 200 человек. Сначала губернатор поделился результатами от увиденного. Подчеркнул, что от эффективности деятельности завода зависит благосостояние каждого работника. Что касается, например, средней заработной платы, то она выглядит достойно – более тысячи рублей. Но есть резервы для роста. Преимущество работы Мозырь-Соли перед другими производствами в том, что здесь есть свое сырье. Его не нужно закупать, как это приходится делать многим предприятиям. А потому есть все возможности для еще более успешного развития. Мозырь-Соли – это предприятие, которое известно не только на территории Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами. Более 80% продукции отправляется на экспорт. Поэтому качество и уровень предприятия известен далеко за рубежом. На сегодняшний день предприятие полностью загружено и имеет широкую ассортиментную линейку и удовлетворяет самые строгие потребности своих покупателей. Встреча председателя область полкома Владимира Дворника с коллективом прошла в формате открытого диалога. К губернатору со своими проблемами обратились 12 человек. Вопросы были самого разного содержания и масштаба, от нуждающихся в объяснении законодательных моментов до тех, которые требуют индивидуального подхода. Один из работников поинтересовался, возможно ли начать кредитовать на льготных условиях строительства жилья для молодых специалистов, имеющих одного или двоих детей. Либо установить ограничения по процентной ставке. Блок обращений касался развития Мозыря и в целом Гомельской области. Например, люди спрашивали о завершении ремонта бассейна и драматического театра в райцентре, электрификации некоторых участков железной дороги, строительстве трасс. Были вопросы, для решения которых не нужны большие деньги. Это улучшение освещения рядом со школами и детскими садами, а также лесопарковые зоны. Высказывались предложения о необходимости ремонта покрытия на школьных стадионах. В большом числе, в основном, я бы сказал, они в удручающем состоянии. И, конечно, хотелось бы, чтобы город получил хорошие стадионы, чтобы дети занимались спортом. Соответственно, государство тратило меньше на здравоохранение. Вопросы работников предприятия Владимир Дворник взял на контроль. Разумеется, те, которые требуют больших финансовых средств, будут решаться по мере возможности. В целом же, в последнее время стала хорошей традицией за каждый год-два приводить в надлежащий вид районные центры. Сейчас как раз наступает очередь в Мозыре. По словам губернатора, за этот и будущие годы здесь проведут масштабные работы по реконструкции объектов и благоустройству территории. Марина Джалая, Игорь Морищенко. Новости недели из Мозыря. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат вышел на непрерывный и безопасный режим пусконаладочных работ. Теперь с конвера в сутки сходит 650 тонн стратегической продукции. Подробности этого, а также других важных событий недели далее в обзоре от службы информации. Завод сульфатной белиной целлюлозы Светлогорского ЦКК к 1 июля этого года планирует выйти на 75% проектной мощности с выпуском 850 тонн продукции в сутки. Сейчас здесь ежедневно производится около 650-700 тонн продукции, 90% которой отправляется на экспорт. Основное направление поставок – рынки Китая и стран ЕС. Пробные партии отгружаются в Бразилию. Часть продукции реализуется местным предприятием-переработчиком. При выходе завода на проектную мощность объем суточного производства продукции в денежном эквиваленте составит почти 1 миллион долларов. Решится вопрос импортозамещения. С сырьем будут обеспечены перерабатывающие картонно-бумажные предприятия страны. Согласно бизнес-плану, проект окупится в течение 8 лет. Всего в предприятие было инвестировано 800 миллионов долларов. Мозырский район первым в Гомельской области завершил сев ранних яровых. Здесь под эти культуры отведено более 1200 гектаров. В целом, план посеву ранних яровых в области выполнен примерно на 50%. Наиболее близко к завершению работ – Ельские, Лельческие и Петриковские районы. Гомельская область и Индия планируют сотрудничать в сферах фармацевтики и пищевой промышленности. Об этом сообщила журналистам чрезвычайный и полномочный посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур по итогам встречи с председателем Гомельского облсполкома Владимиром Дворником. Среди основных целей своего визита в наш регион она назвала знакомство с областью, изучение потенциала для дальнейшего взаимодействия в бизнесе и торговых отношениях. В частности, на встрече с руководством области обсуждалась возможность предоставления индийским компаниям в Гомельском регионе неиспользуемого имущества, в том числе и для совместного производства. Полученная продукция в дальнейшем могла бы реализовываться в третьи страны. В числе перспективных сфер для развития сотрудничества и отрасль науки и технологий. Во время двухдневного визита Сангира Бахадур также встретилась с индийскими студентами Гомельского медуниверситета и посетила региональное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Мобильное приложение «Информационный помощник» по административным процедурам 142.белы запущено в Гомельской области. Оно включает комплекс полезной информации, перечень административных процедур, сроки их исполнения, стоимость, необходимый пакет документов, контактную информацию, графики личных приемов и другие сведения. Пользователю предоставлена возможность отправлять электронные сообщения и звонить. Функционал пока реализован в базовом виде, в дальнейшем его будут совершенствовать. Приложение 142.бел разработано для смартфонов на операционной системе Android и доступно для бесплатного скачивания в Play Market. Позднее появится версия и для iOS, также параллельно дорабатывается и сайт. Эта неделя дает старт новому циклу материалов, приуроченных к столетию милиции Гомельской области. Что было главным для ветеранов и что помогает успешно выполнять задачи нынешним сотрудникам органов внутренних дел. Параллели и выводы – тема нашего следующего материала, подготовленного на основании встреч с сотрудниками милиции в Речицком районе. Речица – весна 2019-го. О таких населенных пунктах говорят – город, созданный для жизни. Хотя ради справедливости стоит признать – верно такое утверждение не в последнюю очередь благодаря профессиональной работе сотрудников районного отдела внутренних дел. В его истории было много героического и трагичного. В начале мая 1919 года из работников реческой милиции был организован конный отряд под командованием Федора Скорохода для борьбы с белополяками, а также оказание помощи в разгроме банд Петлюры. В неравном бою у деревни Волчья Горан от рук белополяков погибли многие милиционеры. Эта деревня, кстати, существует и сегодня, хотя никаких мемориальных знаков о тех событиях здесь нет. Николай Концевой на службу в милицию пришел в 1965 году на должность постового милиционера. Времена были непростые. Молодежь любила похулиганить. О драках в Парке Победы во время устраиваемых там танцев уже слагаются легенды. Едва ли не эпицентром преступной жизни выступал городской рынок. Краж было не сосчитать. Однако от ответственности в результате не ушел практически никто. Перед началом интервью Николай Концевой спрашивает сам себя, можно ли сегодня раскрывать некоторые секреты своей оперативной работы. А потом решает, можно. Наш один карманный вор, этот раз был судимый, но я его на свою сторону перетянул, и он говорит, я буду, они меня тоже знают, они только приедут, я буду показывать, кто. Мы взяли его, как говорится, называется, мы его не взяли, наружное наблюдение, и за ним следом. Только сумму, он впереди, а я замуж, и сзади за ним. У кармана полезу сумку, цап. И так ловили этих карманников, и ой. В этом году ведь рано исполнится 80. Говорит, что когда проходит мимо здания РОВД, сердце всегда бьется чаще. Все-таки работе в милиции отдана практически половина жизни. Бывало разное, и опасных преступников задерживал, и жизнью рисковал. Хотя признается, из табельного оружия по людям никогда не стрелял. Чем сегодня особенно гордится. Завязалась драка, побежал один, да. Это еще постовым милиционером был. Я за ним, а он прыг через забор, я цап, а он цап. Вон сюда, смотрите, на руку, ножом, финкой какой-то. Его на вылет. Ну, поймал. За мной следом мотоцикл подъехали, скрутили, привезли и все. Так что до стрельбы не доходило. Но стрелял лучше всех. В районном музее милиции он внимательно рассматривает архивные фотографии. Практически никого из сослуживцев сегодня уже нет в живых. Он помнит все их имена и фамилии. Они действительно не просто работали. Служили родине. В конце концов, не зря в 1988 году имя Николая Концевого занесли в книгу почета Министерства внутренних дел БССР. Я сделал так, что мне на каждой улице, я создал уличный комитет. Участном секторе. Проседатель уличного комитета. Назначаем собрание. Я выступлю, расскажу. И вы знаете, такую информацию там получаешь. Всю информацию дает. И я на этих уличных комитетах держал всю связь с населением. Люди меня знали и мне подсказывали. Со старшим участковым Денисом Кавгановым ветеран белорусской милиции не то чтобы очень близко знаком. Однако о таком сотрудники Реческого РОВД хорошо знают. По итогам прошлого года Денис стал лучшим участковым инспектором Гомельской области. На этой должности офицер уже почти 8 лет. Три последние из которых работают на территории Озерчинского селесполкома. Сегодня у него очередная встреча с председателем Еленой Гопота. Одна из местных жительниц ушла в запой и не вышла на работу. Двое соседей не поделили земельные участки. Жители Речицы стали привозить и выбрасывать на территорию совета домашних животных. По всем вопросам необходимо принимать меры. Группа Рыська это бывшие осужденные, склонные к употреблению. У нас есть еще такая категория дома, где предоставляется для распития спиртных напитков. И где пожилые граждане проживают со социальными лицами. То есть со своими детьми, которые склонны к употреблению спиртного и не работают. Вот эти категории у нас таких 252 человека. Это именно категорийность участкового инспектора. Вот тоже посещение в вечернее время профилактика. В доме жительницы деревни Озерщина Людмилы Браздецкой участковый Денис Кавганов был несколько дней назад в составе смотровой комиссии. Сегодня он приходит сюда снова. Не потому, что к женщине есть какие-то вопросы. Взаимопонимание с людьми, живущими на твоем участке, пожалуй, главная составляющая успешной работы любого участкового инспектора милиции. Самое главное, да, это общение. Общение с людьми. Правильное умение где-то выбрать тактику, где-то выбрать тон, где-то психологически подойти к человеку правильно. В данной должности работаю 7 лет участком. Были всякие предложения, но пока остаюсь участковым инспектором милиции. Мне данная профессия нравится. Озерщинский сельский дом культуры – последний объект, который в этот день старший участковый инспектор Реческого РОВД Денис Кавганов посещает вместе с нашей съемочной группой. Этот центр местной жизни чрезвычайно востребован среди населения. Проводимые здесь мероприятия посещают люди всех возрастов, а существующие при ДК коллективы выступают не только в пределах Беларуси. Неделю назад в Доме культуры под девизом «За Беларусь» прошел рок-концерт с участием коллективов из Речесы и Гомеля. Участковый инспектор был на нем не просто зрителем. Это учреждение культуры Денис Кавганов вообще посещает часто. Несмотря на молодой возраст, 33 года, здесь к нему обращаются непременно по имени-отчеству. Как, впрочем, и на всем участке. Годы проходят, однако, как и десятилетия назад, сотрудники милиции честно выполняют свой долг. Служение Отечеству и людям – это действительно почетная и благородная миссия. Не на словах, на деле. Что самое главное в этом человеке, что вот нам нравится, он очень такой открытый для диалога. Даже, может, если о чем-то можно не сказать кому-то другому, так, то с ним можно поделиться, ему можно рассказать, с ним можно посоветоваться. И, как бы вам сказать, вот что-то есть такое, что притягивает к себе. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Уходящая неделя завершила школьные весенние каникулы. Они продлились всего шесть дней, но были насыщены яркими мероприятиями и проектами для ребят и их родителей. Долгожданная для школьников неделя отдыха – не самый простой период, говорят специалисты, связанные с охраной детства. Больше свободного времени, больше рисков для безопасности и жизни, как эффективно бороться с детским домашним травматизмом. И о чем не стоит забывать родителям. Большое интервью программе заведующей филиалом номер 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Ольги Синицыной. Итак, не самая простая тема для разговора – детский домашний травматизм. Ольга Николаевна, как по-вашему, почему эта проблема, эта тема все больше становится актуальна не только для нашего региона, но и в целом для Беларуси? Несмотря на то, что в нашей стране очень много делается всеми службами для профилактики детского травматизма, он остается действительно очень актуальным. Но начнем с того, что наш дом такой удобный, такой комфортный, он для взрослых. И ничего в нем не предусмотрено для маленького растущего ребенка. И чем комфортнее дом, чем больше девайсов, тем менее надежным, менее безопасным он становится для ребенка. То есть, другими словами, как бы ни звучало парадоксально, растить ребенка первые годы особенно проще и безопаснее в первую очередь в малообустроенном, ненапичканном гаджетами пространстве? Да, в малообустроенном, без лишних ковров, без лишних изысков. Для маленького ребенка очень важно пространство и место, где он может безопасно познавать себя, двигаться, ощущать свои границы. Для маленьких детей очень важно, чтобы были специальные детские спортивные комплексы, либо то, что он может использовать под спортивные комплексы. Если нет возможности такого рода разрядки, то разрядкой становятся простые с виду вещи. Чашка кипятка, к примеру, оставленная на столе, открытая форточка, в доступе москитная сетка или же розетка. Опять же, подчеркну, простые вещи, на которые мы действительно не обращаем зачастую внимания. От этого проблемы. Александр, вы совершенно правильно угадали основные направления, либо вы их знаете. Это статистика просто, я познакомился с ней. Однозначно. Я хочу сказать, что очень часто взрослые забывают, что дети – это маленькие обезьянки. Они копируют поведение взрослых. Они хотят быть взрослыми. И что они видят? Что мама берет и подносит к себе чашку. Он тоже хочет повторить это движение. И очень часто родители забывают, что дети не просто кабачки, они разумные. Их надо научить, что чашка может быть горячей. Я, извините, приведу личный пример и всегда это говорю родителям. Учу примерно месяцев шести детей, что есть предметы горячие, которые делают больно. Когда уже чашка остыла, когда я знаю, что он точно, я могу пить этот чай совершенно безболезненно, я беру детскую ручку и прикладываю к чашке. Ребенок еще никогда не трогал такой горячий предмет. 40, 50, максимум 60 градусов. И я сопровождаю это страшной гримасой и говорю, ой, горячо, опасно. И ребенка учу трогать поверхности пальчиком, ладошкой, чтобы знать, можно это потрогать или нет. Второй момент. Лекарства. Наши родители очень любят таблетки. Наши бабушки и дедушки таблетки иногда принимают вынужденно. Но никогда не делайте это на глазах у детей. Какая-то ваша беспечность, может быть, ваш недосмотр, а может, любознательность ребенка, и он нашел таблетки, он достал их из запретного места. Если он не видит, что с ними делать, он, может быть, поиграет, как с погремушкой, и положит. Но если малыш видит одни и те же движения, тюбик или баночка открывается, конвалюта разрывается, и таблетка кладется в рот, он повторит за вами, потому что он подражает поведению родных людей. Поэтому очень таких простых мелких деталей надо учитывать в своем повседневном. Это личный опыт. Зрителям, скажу, у вас четверо детей. Большой семейный опыт в роли матери, большой профессиональный. Вот, учитывая и первое, и второе, вы с вашим большим опытом нашли те действенные механизмы, инструменты, правильно взаимодействия с родителями, как говорить так, чтобы не только слушали, но и слышали, и правильное действие предпринимали родителя Гомеля в борьбе никак по-другому против детского травматизма в быту. Я проблемой травматизма занимаюсь очень давно, и с коллегами мы испытали множество всяких примеров. Это и памятки, это и беседы, это и какие-то общие лекции, семинары. Сейчас у нас есть модельный центр. Но все равно я считаю, этого недостаточно. Пока родители не будут понимать, что они за жизнь этого человека несут персональную ответственность, не просто моральную, а административную и уголовную, наверное, не сдвинется с мертвой точки. Когда ребенок обернул на себя чашку с кипятком, все говорят, в семье трагедия, в семье несчастный случай, в семье беда, я всегда возражаю. Мы знаем, что кипяток опасен для младенца? Знаем. Мы знаем, что он не может еще управлять собой? Знаем. Почему мы создаем такие условия, что чашка оказалась в детском доступе? И я всегда предлагаю своим оппонентам на секундочку представить, что вы пришли на работу, и у вас руководитель создал такие условия, что вы в какой-то рабочий день получили ожог 15% тела, лицо, шея и ведущая рука. Я всегда спрашиваю, вы в суд на руководителя подойдите? И все мне отвечают «да». Так почему этот младенец в год, в полтора, в 10 месяцев, который опрокинул на себя чашку с кипятком и получил ожог щеки, шеи, плеча, остается, так условно говоря, все бездействие взрослых остается ненаказанным. И не надо говорить про какие-то моральные терзания и прочие беду родителей. Это действительно повод задуматься? Да. Они не обеспечили безопасные условия и не обеспечили счастливое детство своему ребенку. Говоря о борьбе с детским домашним травматизмом, вы уже начали частично об этом говорить. В Гомеле не так давно открылся модельный центр профилактики травмы. Буквально коротко, как этот инструмент может влиять на ситуацию? Чем его эффективность? Я очень рада, что он открылся на базе нашей поликлиники. К моменту открытия у нас уже наработано было множество материалов, приемов. Мы были готовы. Нам помогла ЮНИСЕФ с оборудованием. Многое мы дооборудовали сами. Медработники встали просто, собрали все возможные инструменты, чтобы показать, чтобы все было очень наглядно. Это модель комнаты, где выделены зоны детская, санузел, кухня. Это места, которые мы пользуемся очень активно. И, как ни странно, они очень опасны для детей. И, конечно, на этих моделях мы показываем профилактику травм в основном детей младшего возраста, но это актуально и для более старших. Мы занимаемся с родителями, мы занимаемся с будущими родителями, мы занимаемся со школьниками, мы обучили уже педагогов Гомеля, мы начинаем работать с областью, ведем очень активную работу. Мы очень надеемся, что количество, допустим, хотя бы детских ожогов уменьшится. Но, к сожалению, с апреля месяца у нас идут плотные лекции, плотные занятия, количество вот этих ожогов в чашках кипятка от трех до пяти каждую неделю в нашем областном центре. Это страшно на самом деле. Я очень надеюсь, что и наше интервью станет поводом задуматься для каждого из родителей, которые сейчас у экранов. А вам, Ольга Николаевна, хочу сказать спасибо и пожелать успехов в вашем нелегком, но полезном деле. Спасибо и вам за поднятую тему. Главным культурным событием минувшей недели стал Международный день театра. Это профессиональный праздник всех служителей Мельпомены. От главных режиссеров, ведущих актеров до билетеров и гардеробщиков. В этот день по всему миру проходят сотни мероприятий с участием виновников торжества и, конечно же, зрителей. В театрах Гомельского региона праздник отметили традиционными капустниками. Коллективы сейчас готовятся к фестивалям, но при этом планируют порадовать Гомельского зрителя еще не одной премьерой до конца сезона. Все подробности далее в культурном обозрении от Евгении Кухаронок. Гомельский областной драмтеатр готовит премьеру к апрелю. Здесь планируют показать спектакль «Тот», «Другие» и «Майор». Своего юного зрителя в следующем месяце порадует кукольный театр. Сейчас идут репетиции постановки «Волшебник изумрудного города», а после коллектив приступит к подготовке спектакля по мотивам сказки Андерсена. Трупа Гомельского молодежного театра сейчас находится в Могилеве на международном театральном форуме «Март-контакт». В мае артисты планируют начать работу над сатирической постановкой «Урод» по пьесе Мариуса фон Майенбурга. Во дворце Румянцевых и Паскевичей подвели итоги выставочного проекта «Ямане», «Яшишкин», «Ямалевич». Организаторы решили отместить не одного, а сразу трех участников. С результатами народного голосования могли ознакомиться все, кто пришел на закрытие выставки. По результатам подсчета голосов казалось, что гомельская публика предпочитает понятное искусство. В лидерах – ночное путешествие Андрея Филимонцева, место исцеления Анны Ковальчук и счастье Андрея Регатки. Эти авторы получили возможность бесплатно принять участие во Всебелорусской выставке в Минске, которая пройдет с 4 апреля по 12 мая в Национальном центре современных искусств. Тем временем на гомельском автовокзале появилась скульптура «Бегущий пассажир». Композиция высотой 1,80 метра выполнена в бронзе. Автор проекта – Вячеслав Долгов. Пассажир тащит в правой руке чемодан, в левую корзинку с котенком, а за плечами и подмышкой еще немало вещей. Фигура запечатлена в стремлении успеть на рейс. Далее о культурных событиях предстоящей недели. В рамках празднования Дня единения народов Беларуси и России 2 апреля в Колледже искусств имени Соколовского выступит народный артист Российской Федерации Василий Овсяников. 4 апреля у Дворца Румянцевых и Паскевичей презентуют экспозицию под названием «Гомельский парк». 5 апреля здесь же откроют выставку живописи заслуженного деятеля искусства Республики Беларусь Роберта Ефимовича Ландарского. Также в пятницу, но уже в Чечерске, состоится 13-й праздник белорусской музыки «Чечерский сустрэш-2019». В программе творческие встречи, выступления вокальных и инструментальных ансамблей, а также большой концерт с участием звезд белорусской эстрады и Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. На этом все. С культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Валерия Гопанько. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова